Здравствуйте, друзья! В эфире Пионерская Зорика. Извиняюсь. Друзья, меня зовут Королёв Егор, я директор по развитию компании Finishing Group. И в рамках своих служебных обязанностей, в рамках развития нашей компании, мы хотим сегодня познакомить вас с нашими новинками, которые буквально вчера к нам пришли, и вкратце про них рассказать. Самое первое, на чём я хотел бы остановиться, это то, что у нас поступила в продажу серия Штайр 2. Вы все знаете о шлифовальных машинах Штайр. Значит, есть теперь машина Штайр 2. Что в ней? В ней намного улучшена эргономика. Немного стал меньше корпус. Как вы и хотели, можно кучу пальцев сюда сувать. Наконец-то дождались. Больше сделан элемент пылеотвода. Так можно как бы намного более удобно стыковать это всё с пылесосом. Это бесщёточная шлифовальная машина, как и все, которые мы получаем, которые вам предлагаем. У неё регулируемое количество оборотов от 7 тысяч до 10 тысяч. Регулируется плюс-минус с помощью индикатора. Плавный пуск. И так как самые из вас, самые такие притязательные из вас хотели, у неё есть магнитный тормоз. Магнитный тормоз – это классно. Классно вообще. Умеете, могёте просто. Раз и всё. Наверное, для вас классно. Для меня не знаю, я их продаю. Вы, пользователи, для вас это будет, наверное, приятным, таким хорошим дополнительным элементом. Машины пришли с ходом эксцентрика 2,5 мм. И точно такая же машина, которая пришла с ходом эксцентрика 5 мм. Поэтому и 2,5, и 5 ход эксцентрика есть. И, что немаловажно, к нам ещё поступили машины, которые называются «Мечта мебельщика». Потому что мебельщики, ребята, которые работают с мебелью, как правило, пользуются ходом эксцентрика не 150 мм, а 125 мм. Видите, с маленьким диаметром опорного диска. То же самое, только 125 мм. Песня. Песня, послушайте, как поёт. Шикарный. То же самое с магнитным тормозом. Всё-всё то же самое. Точно так же индикаторы у неё работают по скоростям. Вот. Есть машинки с ходом эксцентрика 2,5 мм. И есть машинки с ходом эксцентрика 5 мм. Эргономика у машин, которые с опорой 125 мм в 105 мм, они одинаковые. Очень-очень удобные машины. Ещё к нам пришла долгожданная машина. Очень долгожданная. Потому что слишком долго мы её ждали, учитывая нынешние условия. Но, тем не менее, это полировальная, обычно ротационная полировальная машина. У неё плавный пуск. Регулируемое количество оборотов. Сейчас мы с вами попробуем. Хорошая, надёжная машина. Удобный хват. Фиксатор опоры. Под опору 180 мм. Регулируемое количество оборотов. Это Штайр 180. Очень удобно лежит в руке. Очень нормально работает. Маленькая у неё вибрация. И, как я сказал, плавное-плавное вращение. Ещё одна новинка, с которой я хотел бы вас познакомить. Как? Ещё? Это ещё одна полировальная машина. Ещё одна полировальная машина. Наверное, достаточно специфична. Но, тем не менее, ребята, которые работают в детейлинге, часто спрашивают эти машины. Машина с диаметром опоры 76 мм. Это 3 дюйма. И ход эксцентрик у неё 12 мм. Для полировки в труднодоступных местах. Машина тоже имеет различные обороты. Плавно регулируется. Вибрации практически нет. Очень хорошо работает. Блестяще. Удобный хват. Дополнительная ручка. Ручка может назвать справа и слева. Вот такая вот замечательная машиночка. И к нам пришла инфракрасная. Инфракрасная коротковолновая сушка. Вот. Такие сушки у нас уже есть на складе. С одной стороны очень практичная. Потому что она покрывает примерно 1 квадратный метр. То есть это примерно одна деталь. 1,1 там, по-моему, честно сказать. Вот. Ничего там усложнять мы на ней не стали. Здесь обычный, обычный механический таймер. Обычный механический таймер у нее. И элемент для изменения температуры. Больше, меньше. Софиты могут включаться по одному. Могут включаться все вместе. Автомат защиты стоит тоже, что очень важно. Ничего сложного. И недорогая. Она, самое главное, недорогая сушечка. Вот. Поэтому в любом даже гараже, поскольку она не очень большая по мощности. Там чуть больше 2 киловатт. Вот. В любом гараже она будет очень-очень замечательно себя как бы показывать, оправдывать ваши работы. Потому что не все. Можно сушить там, используя там какие-то вентиляторы, чтобы меньше пылило. Очень часто там в поклевке, грунтовке можно высушивать, можно высушивать инфракрасной сушкой, что и недорого раз, и меньше пыли от этого два. Вот. Такие новинки у нас появились, которые я сегодня вам представил. Все то, что я вам представил, оно есть на складе. Вы можете спрашивать это у нас. Вы можете спрашивать это у наших дилеров. Вы можете спрашивать это в наших филиалах. У нас есть филиалы, я напоминаю. В Казани, в Челябинске, в Иркутске, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, ну, и в Минске есть еще. Вот. Главное подразделение это у нас. Поэтому спрашивайте. Мы с радостью вам подробнее про них расскажем. Вот. Технологи могут вам продемонстрировать. Вы знаете, что у нас есть технологи, у которых там масса демонстрационного оборудования, в том числе вот это. Спасибо вам за ваше внимание. С вами был Егор Королев. До встречи.